Привет всем гостям и подписчикам моего канала Медуза Чайно Гаджет, меня зовут Сергей и в этом видео я вам расскажу про самые новые наушники от компании BASOS, BASOS V09. Уже очень долгое время я пользуюсь также наушниками беспроводными от этой фирмы, но только самой первой моделью BASOS V01. И между этими и моими старыми наушниками, естественно, есть отличия. И сейчас я вам расскажу, чем именно они отличаются. Во-первых, разница в самой конструкции наушников. Модель V01 это вакуумные наушники, вставив которые практически перестаешь слышать окружающий мир. Для кого-то это большой плюс, а я же привык контролировать ситуацию вокруг, поэтому при прогулке либо использую один наушник, либо не использую вовсе. Два наушника обычно вставляю, когда еду в транспорте. Новые наушники BASOS V09 это обычные вкладыши, которые не полностью убирают окружающий шум, но при этом все равно хорошо воспроизводят звук. Кстати, эта модель уж очень явно копирует дизайн эпловских earpods. Одной из фишек данных вкладышей является отличный выбор расцветок, среди которых есть белые, черные, красные и даже бирюзовые. Второе отличие это емкость батареи зарядного кейса. В моих первых наушниках целых 2000 мАч и до того, как я начал тестировать другие наушники, я реально думал, что это стандарт для всех подобных наушников. Но, как оказалось, в основном все кейсы граничат от 300 до 500 мАч и с такой емкостью, как у меня, это реально редкость за свои деньги. BASOS V09 получил кейс с батареей 450 мАч. Лично я еще пока не решил до конца, хочу ли я обновлять свою старую модель, которой я так очень сильно прикипел, либо же оставлю те самые наушники, которыми я долгое время уже пользовался и буду пользоваться ими еще, наверное, как минимум такое же количество времени. Вроде и дизайн здесь мне нравится больше и звук намного качественнее, но как-то все равно не хочется большую батарею кейса менять на 450 мАч. В общем, пока что точно я не знаю, не решил, но одно я знаю точно, я просто обязан показать вам полный комплект этих наушников BASOS V09. Первым делом покупатель всегда видит коробку и она, как в принципе и у всех гаджетов BASOS, сделана из прочного картона и на вид достаточно привлекательная. Открыв коробку, нас встречают очень стильно упакованные наушники. Отдельно находится кейс для зарядки и отдельно каждый из наушников. Все на своих местах. Далее идет различная макулатура. Это и какие-то непонятные разноцветные наклеечки, и гарантийный талон от производителя, и конечно же инструкция. Инструкция, кстати, достаточно подробная на английском и китайском языках. Те, кто хоть немного понимает английский, без труда смогут разобрать инструкцию. Наушники сразу можно вложить в кейс, чтобы они начали уже заряжаться. Ну а в самом низу под кейсом и наушниками также есть и USB Type-C кабель для зарядки. Вот такой он комплект поставки беспроводных наушников BASOS V09. При первом сопряжении и последующих соединениях никаких проблем не возникало. Очень легко наушники по Bluetooth соединяются со смартфоном и отлично держат связь. Качество звучания у этих наушников мне даже понравилось больше, чем у основных моих наушников первой модели. Во-первых, это уровень громкости, он здесь нереально высокий. И даже при максимальной громкости качество звучания не портится. На полной громкости наушники даже можно использовать как небольшие мини-динамики в тихом помещении. Во-вторых, в этих новых наушниках басы слышатся еще сильнее и еще отчетливее. Все-таки разработчики не просто меняют оболочку, а также работают и над улучшением качества. Сам зарядный кейс, как я уже сказал, имеет батарею на 450 мАч и рассчитан суммарно на 20-25 часов проигрывания музыки. На кейсе есть индикатор заряда и на другой стороне кнопка, которая включает этот самый индикатор. Крышка удобно открывается и закрывается без усилий. Она на магните и в закрытом положении очень плотно держит наушники внутри. На нижней части расположился USB Type-C разъем для зарядки кейса. На каждом из наушников есть также по индикатору, контакты для зарядки в кейсе, микрофоны и также есть кнопки. Но на моих первых наушниках эти кнопки были физические, а здесь они сенсорные и находятся на верхней части. С непривычки изначально было очень проблематично с этим, так как я держал наушники не за основание, а по привычке за основную часть и все время задевал сенсор и выключал наушники. В каждом наушнике установлена батарея на 40 мАч. В среднем одного полного заряда хватает на 4,5 часа прослушивания музыки без дозарядки. Несмотря на то, что это не вакуумные наушники, все равно в ушах они сидят очень уверенно. Из-за того, что вес у них очень небольшой, никакого дискомфорта при долгом прослушивании музыки вообще не ощущается. С ними можно бегать, прыгать, трясти головой, но наушники будут сидеть плотно в ушах и никогда не выпадут. Понравилось также мне в них то, что и музыку можно одновременно хорошо слышать, и окружающий мир тоже наушники не заглушают, в отличие от вакуумных. Кстати, над качеством микрофона разработчики тоже поработали. Теперь, в отличие от первой модели, собеседник слышит меня намного лучше, намного четче. Сенсорные кнопки на самих наушниках имеют множество функций. Чтобы включить или выключить наушник, нужно удерживать сенсорную кнопку в течение 3 секунд. При подсоединении к смартфону в строке уведомлений появляется значок с зарядом батареи наушников, и благодаря этому можно следить за их состоянием. В режиме прослушивания музыки можно переключаться между песнями. При проигрывании можно зажать на 1 секунду правый или левый наушник, и тогда включится следующая или предыдущая песня соответственно. Двойное нажатие на правый наушник может поставить на паузу или продолжить воспроизведение трека. Если же 2 раза тапнуть по левому наушнику, то таким образом вы вызовете голосовой помощник. В случае с айфонами это Siri, а в андроидах Google Ассистент. Таким образом, не доставая из кармана смартфон, вы можете даже позвонить какому-то пользователю при помощи управления голосом. При входящем звонке для ответа нужно сделать двойной тап по одному из наушников. В конце разговора также двойным тапом можно завершить разговор. Если вы не желаете брать трубку, то отбиться можно долгим нажатием на один из наушников. Наушники можно использовать как в паре, так и по отдельности. Но есть большая вероятность, что когда вы будете использовать наушники по отдельности, они смогут рассинхронизироваться. Это такая основная проблема беспроводных наушников. Но к счастью, разработчики видимо прислушались к пользователям и в инструкцию добавили пункт по синхронизации этих наушников. И это круто, что теперь есть такой пункт в инструкции, потому что в случае с моими наушниками первой модели, этого пункта там в инструкции не было и близко. А вот как раз рассинхрон у меня случился и я уже методом научного тыка все это исправлял, потому что нигде не мог найти информацию именно по моим наушникам. В принципе на этом мой обзор наушников BASIS V09 уже подходит к концу. Подводя итоги, хочу сказать, что по сравнению с первой моделью, которой я до сих пор пользуюсь, у этих наушников V09 выросло качество звука и уровень громкости. Также они стали легче по весу, но опять-таки потеряли 1 час примерно в работе от одного заряда. Ну и кейс тоже имеет значительно меньшую батарейку, но как я понял, мои наушники первой модели V01 были скорее исключением из правил, нежели каким-то стандартом для наушников. Потому что реально батарею 2000 мАч нужно еще поискать за такие деньги. Пишите в комментариях ваше мнение по поводу этой новинки. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. Ну и про колокольчик не забудьте, это же так просто, нажать на колокольчик и сделать меня чуточку счастливее. Спасибо, что досмотрели до конца, с вами был Сергей, до новых встреч, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok